привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами сегодня в этом ролике я хотел бы поговорить с вами о опыте использования от дистрибутива соус 3 баджи обзор у нас вышел 5 января 18 года в принципе используя данный дистрибутив уже порядка до двух месяцев как основную свою операционную систему скажем так мой линукс мин да сейчас в сторонке скучает винду я в принципе давным давно уже не запускал сейчас давайте по порядку расскажу вам о своих впечатлениях поводу данного дистрибутива и начать хотелось бы все-таки с окружения почему я установил именно версию с баджи ну наверное потому что я меньше всего пользовался данной графической оболочкой в целом это скажем так такое минималистичное решение которое можно очень гибко настроить под себя боковая панель которая содержит быстрые настройки того же звука у меня допустим к через аудио устройства к монитору подключены наушники и в линейный выход подключены колонки и по нажатию windows а очень быстро можно вызвать эту меню и переключить источник допустим когда моя девушка ложится спать а я хочу еще поработать либо там чего-нибудь посмотреть очень быстро переключаюсь сижу в наушниках и никому не мешаю очень удобно здесь у нас также календарь в принципе неплохо когда играет играет плеер то виджет плеера находится здесь целом все таком хаби и меня устраивает уведомление допустим вас закачался торрент или доступные обновления в вашем центре приложений то они падают все сюда ну аналог шторки в том же android по поводу настроек внешнего вида здесь тоже все очень минималистично но самое главное очень функционально и не по душе в самом начале я конечно же не устанавливал кучу различных тем здесь их различное множество там допустим с x там space grey тоже вот неплохая красивая пару дней на ней посидел но и опять вернулся скажем так он дай не только на этой теме пару дней сидел ну скажем так пару недель был в активном поиске скажем так по поводу оформления ну и все-таки вернулся на адапта это это стандартная тема и чем-то она напоминает ну что иконками что оформлением материал дизайн от google да ну паттерн дизайна материал дизайн который называется по поводу рабочего стола здесь принципе на настройки вы видите ну по сути остался на стандартном стопе до мог здесь навести красоту там как бы сделать там закос под маг не знают еще под что-то но вот именно стандартная тема покорила мою душу и остался на не единственно добавил еще нижнюю панель куда где вынес все приложения которым не нужен быстрый доступ если разворачиваемся экран она как бы очень удобно прячется ну и это стандартный такой вариант как можно разместить долг без какого-то стороннего софта и мне это понравилось по поводу верхней панели вы видите да какими облетами я пользуюсь справа у меня все мои иконки да там того же skype а хрома уведомлений и вай фай и так далее то есть системный лоток также апплет который отвечает за работу с рабочими столами и очень удобно можно с помощью контр-вальты влево-вправо переключаться между рабочими столами это принципе не новинка не открыла америку на множество оболочкой дистрибутилов так можно делать очень удобно когда что-то разрабатываешь на первом рабочем столе там у тебя допустим открыто какая-нибудь книжка какое-то задание на втором рабочем столе у тебя там редактор с браузером третьем рабочем столе ну допустим открыть терминал там еще что-то какой-то мониторинг в принципе удобно то есть больше трех рабочих столов мне не нужно 3 это мой идеальный став также пользуюсь апплетом кофеин для того чтобы экран да не засыпал ну при просмотре фильма либо когда что-то смотрю на чем-то думал допустим на экране открыто там набросал какую-то там диаграммку думаю над каким-нибудь зданием что в окноте пишу и как бы то чтобы экране газ ну мне нравится топлетики им пользуюсь также пользуюсь скриншот виджет это очень удобный виджет для создания скриншотов очень сильно понравился и очень хорошо выручает ада можно по тому же print screen но смотрите очень удобно да вы сразу можете сделать скриншот экрана окна и быстренько выделить там есть история давайте сделаем скриншот и сразу же ваш скриншот можно как открыто отредактировать дата это переименовать можно также а поделиться загрузить его сейчас он загрузит до куда его можно загрузить на им гур до поделиться ссылочкой сразу до вам там в телеграме ли куда-то там скриншоте забросить нужно сделали и плюс все вот эти вот скриншоты они ложатся в вашу папочку изображений принципе очень удобно рекомендую вот не зашло нравится этим пользуюсь вот и загрузки у меня skype дропбокс ну в принципе и все отдельное хочу сказать спасибо разработчикам соус за их центр приложением до дистрибутив новый он работает на своем пакет на менеджере его пкг у них свой репозиторий в первых версиях реально не хватало софта сейчас на третьей версии я как веб-разработчик сейчас последнее время занимаюсь плотной javascript разработкой это тут же react.js редакс нода и в принципе все что мне нужно для работы я смог установить из центра приложений для того чтобы установить нужную версию той же ноды мне не пришлось и даже к ним на сайт я банально убил в поиске давайте попробуем и пожалуйста все что нужно это есть дистрибутив но джесс доступен к вашим услугам дэвил для но джесс пожалуйста все что вам нужно а все необходимые редакторы тот же visual studio code это отличнейший редактор странно да что майк раз у него сделала open source редактор который умеет дебажить ту же ноду не хуже там через какие-то расширения используя нод инспектор очень круто всем советую как бы ну и в целом мне очень понравилось также что еще редактор пинта но отсюда же его думал не найду здесь он был это аналог paint.net под windows принципе то же самое да только для linux и все что нужно здесь я смог найти ну скажем так это лично мое им хо возможно кому-то чего-то будет не хватать до придется компилить из исходников но замечу друзья что это случай может возникнуть очень очень редко реально репозиторий обширен и здесь есть ну все что может пожелать душа пользователя linux ой да в офисные пакеты и прочее прочее то есть более подробно о софт в центре даст на приложение я рассказывал полноценном обзоре кому интересно ссылочку также привожу описание посмотрите ну и давайте в конце дополню свой экспириенс том ну собственно мой сценарий использования это дистрибутива как же я его использую ну основное это и разработка в программировании для этого скажите да много не надо текстовый редактор браузер в принципе все возможно понадобится photoshop photoshop можно установить через тот же line для работы с шаблоном с каким-то до посмотреть psd шаблон и перенести и сверстать лендинг по этому шаблону вам принципе не нужна самая новая версия photoshop да это костыль конечно но опять таки если вам нужно что серьезное встать нужен photoshop это через line ставится ради бога все можно юзать но это единственный такой до момент вот в целом этого дистрибутива достаточно также браузер до просмотр фильмов монтирую видео на нем тот же вот оба с open broadcaster software здесь есть для записи видосов для прямых трансляций прочего прочего аудио пишу через аудо сити вот ну и принципе банально стандартный такой режим в игры я не играю вот основное посмотреть фильм и послушать музыку отредактировать видосик попрограммировать вот почему собственно я и говорил что это идеальный дистрибутив для веб-разработчика сам юзала его на протяжении двух месяцев каких-то недочетов и либо ущемлений того что мне чего-то не хватает замечено не было но опять таки это лично моим им хо добро пожаловать в комментарии ну может быть у вас есть какие-то минусы от себя что вы хотите сказать поводу данного дистрибутива возможно вам чего-то не хватило давайте это обсудим ведь не зря же что у нас здесь есть комьюнити возможно команде слову с этим чем-то поможем они ребята молодцы дополняют и в конце еще хочу сказать что было приятным этот дистрибутив обновляется реально очень часто ну каждый два-три дня целом все очень круто вот спасибо за внимание в целом у меня остались очень положительное впечатление данного дистрибутива основной огромнейший плюс его то что за все два месяца у меня был только один глюк то есть вообще он не помогал и глюк был банально простым я устанавливал обновление и у меня один раз отвалился звуки лишь потому что я обновлял софт после перезагрузки все окей посмотрел у меня потом просто поменялась версия аудио драйвера и в принципе на этом все как бы дистрибутив очень стабильный всем рекомендую команде соус огромный респект добро пожаловать комментарии друзья кто не подписан подписывайтесь если ролик был интересен ставьте пальцы вверх повторюсь наши основные социальные сети это twitter и telegram подписывайтесь кому интересно но все всем спасибо и до новых встреч пока пока